Всем привет, ребята! Вы на канале Катюшкин Игрушки, и сегодня я снимаю новое видео, в котором покажу вам, как я веду свой ежедневник, и поделюсь с вами некоторыми советами для его заполнения. Ну и давайте уже начнем. Поехали! Первый и самый важный этап – это выбор вашего планера. Они могут быть разные – в клеточку, в линию, в косую линию. Там могут быть пустые листы, а может быть там уже все заполнено из-за вас. И, конечно, они отличаются своей обложкой. Я вам советую брать такой блокнот, который вы бы заполняли каждый день с удовольствием. И берите ежедневник средних размеров, небольшой и немаленький, потому что если вы куда-то его возьмете, то вам будет с ним либо неудобно ходить, либо он у вас совсем потеряется. Кстати, что вам нравится больше? Вести ежедневник и записывать туда свои планы на день? Или заполнять лишний дневник и писать туда свои маленькие секретики, или же как вы провели свой день? Пишите в комментариях. Второй, но не менее важный пункт – это чем вы будете заполнять свои планы. Я думаю, у всех есть синие или черные ручки. Я обычно ими не пишу. Сейчас я подсела на синие гелевые ручки. Они мне очень нравятся, и мне кажется, ими очень удобно заполнять. Следующее – это фломастеры. Они бывают необычные, обычные тонкие чернила, толстые чернила, бывают яркие цвета или наоборот нюдовые. Мне очень нравится, когда блокнот заполнен какими-то яркими цветами, и на это способны только фломастеры. Также, по моему мнению, мне кажется, надо иметь обычные простые карандаши, но там уже по вашему усмотрению. У меня есть фигурные муки и также цветные ручки. Мне кажется, ими тоже, как и фломастерами, очень удобно заполнять, и это смотрится очень мило, когда твой ежедневник заполнен яркими ручками. Также свой планер вы можете заполнять маркерами, это тоже смотрится очень красиво и круто. Следующий и самый мой любимый пункт – это стикеры, наклейки, яркие скотчи. Мне это все очень нравится, и у меня этого очень много. Ну а теперь я вам покажу свой ежедневник, и как же я его веду. Этот планер от Gravity Falls, и в конце этого блокнота есть даже карта. Он очень красочный, и на каждой страничке есть разные задания. Мне его даже сначала было жалко начинать вести, но потом я не пожалела. Советую вам купить такой же, он вам очень понравится. Ну вот и подошло мое видео к концу. Если вам оно понравилось, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, и нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну и всем пока-пока!